А представьте любой надлугу. Интересно, сумеете ли вы его разрезать на рогнобольные трапеции или нет? Да, можно. Любой. Как? Разрезала на треугольнике. На треугольнике можно разрезать любой треугольник. Это правда. А дальше? Треугольник можно разрезать. Если у нас правильный треугольник, то это значит, что это 60 градусов. А если у нас треугольник другой, то какой-нибудь такой совсем-совсем другой треугольник. Смотрите, мы можем многоугольник разделить вертикальными и горизонтальными. Мы получим... На треугольнике уже поделили дальше. На прямоугольник. Правильно. Самое простое, это, конечно, любой разрезок на прямоугольник. Просто опустить высоту. Кстати, если тутоугольник, то тоже без проблем. Просто опустить высоту вот так. Все понимают? Опустить высоту из большего угла. Да, на больших углов. Да, опустить высоту. Ну, а здесь нам еще и не это самое главное. А самое главное то, что у любого прямоугольника-прямоугольника есть середина люфтин. Когда у нас есть прямоугольник-прямоугольник, он является половиной прямоугольника. Любой прямоугольник-прямоугольник, это половина прямоугольника, диагонали пересекаются в центре, то есть в точке, равнодаленной от всех решений. Значит, я здесь все правильно не сделаю. Теперь нужно разобраться с любым равнодаленным треугольником. Я сейчас расскажу вам, как выглядит картинка в случае, когда у вас равнодаленный треугольник с углом, который позволяет нарисовать равнодаленний треугольник. Может быть, вы сами это знаете. Представьте себе, что у вас есть равнодаленный треугольник и вот такая же. Ну, наверное, лучше поменьше. Лучше равнодаленний треугольник нарисовать вот таким. Мы это сегодня уже делаем. Поняли идею? Надо вот этот уголок отложить. И вот этот уголок тоже отложить. Все поняли? Да. И что у нас тогда будет? Раз, трапеция. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, извините, что. Единственный вопрос. При каких углах это возможно? Вот если это угол альфа, то это угол тоже альфа. И значит, сумма всех углов у него больше или равна, чем альфа плюс альфа плюс 60 плюс альфа плюс альфа. А знаете, что это означает? Надо больше. Да, надо, нет, здесь мог бы только отрезок. Ну, обязательно больше. Было бы то же самое. Я думаю, больше или равна тоже можно. Тогда просто эти подменотрезки превратятся. Итак, 120 больше или равно чем 4 альфа, значит альфа от 0 до 30 градусов. Господа, если у равнобедренного треугольника этот угол пределов от 60 градусов до 130 градусов умеет, значит нам осталось разобраться с треугольниками двух типов. Один треугольник, очень треугольный, у которого вот эти стороны равны, а этот угол больше 120 градусов, а другой тип треугольников, очень остроугольный, вот этот угол меньше 60 градусов. Сначала надо на самом деле сделать этот, потом этот. Да, итак, вот этот угол больше 120 градусов. Сколько третий угол может быть рисовать? А вот этот угол пусть будет однодушно. Да. Подхожим вот здесь и здесь. Да. Это тяжелый угол. Да. Нарисуем здесь. Трапецию. Вот здесь, вот эта пара параллельна. Да. Эта пара параллельна и вот эта пара тоже параллельна. Отлично. Угол в самом деле меньше? Нет, меньше это верно, но очень важно написать точную формулу. Давайте угол при основании обозначим какой-нибудь буквой и поймем, что значит, что угол там был больше 120. Это значит, что 2 альфа было меньше 60. 2 альфа меньше 60. Отлично. Теперь вот вверху у нас был угол 180 минус 2 альфа пишем. Был 180 минус 2 альфа. Теперь ставим стрелочку. Каким же он, интересно, стал? 180 минус 4 альфа. Совершенно верно. 180 минус 4 альфа. А вот теперь, ребята, очень важный вопрос. Понятно, что он уменьшился. Причем не просто уменьшился, а уменьшился на целых там 2 альфа. Вот этот угол, это 2 альфа. Да, это правда. Кстати, почему? Потому что здесь 834. Да, например. И угол. Например. Так вот, очень важная вещь. Угол при основании увеличился в 2 раза. Но при этом, заметьте, альфа было меньше, чем 30 градусов. Поэтому 4 альфа меньше, чем 120. И значит, 180 минус 4 альфа не меньше, чем 60. Значит, мы не можем таким образом получить слишком маленький угол при вершине. Мы увеличили угол при вершине. Причем существенно увеличили. Но не можем, да? Нет. Он не может стать меньше 60. Мы уменьшили угол при вершине существенно. Угол при основании увеличился в 2 раза. И основание равнобедренного треугольника, это где? Это вот это. А вершина равнобедренного треугольника, это где? Это вот это. Смысл такой, что мы от большого, покажи большой треугольник, вот такого, у которого углы при основании были альфа, перешли к треугольнику с углами при основании 2 альфа. Ну и так мы сделаем при необходимости несколько раз. И рано или поздно придем к какой картинке? Коль, пойдем на правой доске, она нарисована. К какой картинке? Да. К картинке, в которой угол от 60 до 120 градусов. Тогда вот сюда вписываем. Да, да, да. Который уголь? Да. И все делаем. Отлично. Нам осталось разобрать последний, самый простой случай. Вот он, угол тебя нарисован. Случай, когда равнобедренный треугольник с меньшим, чем 60 градусов, углом при вершине. Что делать для него? Повторяю. Равнобедренный треугольник с углом при вершине, меньшим 60 градусов. Что делать? Самое сложное, это было догадаться на вот эти картинки. Это действительно тяжело. Следующий по сложности, по случаю, это вот этот. Как делать из очень другого угла чуть менее, менее, менее. И как-то туда идти, и ситуация, когда угол был от 60, когда угол превышение от 60 до 120. А вот теперь это совсем просто. Это все равно надо сделать. Математическая задача решена только когда она полностью решена. Если у вас даже высочие решения отсутствуют, то и дальше у вас пока решение нет. Что делать, если такой вытянутый треугольник? Типа игру. Да. Что вы будете делать? Там, вот в этом месте, возникает угол, ровно такой, как этот треугольник. Получится так. Есть. Очень просто, по-моему, более треугольник. Да. Очень, в смысле, что угол превышения меньше 60 градусов. Да. Центр описанной окружности. Это угол альфа? Да. Больше, но меньше 30 градусов. Правда. Альфа. Вот этот угол, это 180 минус 2 альфа. Абсолютно верно. Да. Это больше, чем 120 градусов. Ну да, и что? Вот этот угол, это 4 альфа. Вот именно, почему 4 альфа? Потому что если продолжить, то этот угол, это внешний угол. Например. Да. Поэтому играют 2 альфа. Да. А вторая была его внешне для этого треугольника. Да. Поэтому тоже 2 альфа. Смотрите, что можно было сделать. Можно от всего полного угла в 360 градусов отнять 180 минус 2 альфа. И еще отнять 180 минус 2 альфа. Напиши, пожалуйста, формулу. 360 минус 180 минус 2 альфа минус, еще раз, 180 минус 2 альфа. И сколько это всего вместе будет? 4 альфа. Отлично. То есть угол при вершине увеличился в 2 раза. И что в конце концов произойдет когда-нибудь? Когда-нибудь пойдет в диапазон. От 60 до 120. Потому что перепрыгнуть его за один прыжок он не может. Если угол был меньше 60, то при умножении на 2 он не может стать больше 120. А с другой стороны, когда-нибудь он до этого диапазона допрыгается. Потому что каждый раз увеличивается в 2 раза. Отлично. Абсолютно любой треугольник можно разрезать на равноведренную трапезу. На равноведренную трапезу. Совершенно верно. Продолжение следует...